Да, все. Сейчас мы с вами расслабимся и поговорим о фронт-энде. Ну, вообще, на работе я занимаюсь серверсайдом, и с фронт-эдом не связано, но просто дома. Я время и время не балуюсь всеми этими вещами. И, в частности, больше всего мне нравится фреймворк в ААДе. Вот это забачит, потому что пишут, что там какие-то скандинавы, в общем, что-то такое. Финска это. О чем будем говорить? Ну, все знают, что такое rich internet applications. Это такие богатые приложения функционально, где там вечно что-то выезжает, выпрыгивает. Все это круто смотрится. И, в общем-то, круто смотрится, а оно тяжело пишется. Вот. Но фреймворк в ААДе позволяет вам не иметь представления о скриптах, о html, или, в общем, делать дело. Но перед тем, как рассказывать о самой концепции, давайте попробуем в сравнении с другими классическими фреймворками разобраться, то есть, в чем же он отличается. Итак. Ну, давайте рассмотрим фреймворк TypeScript, всем нам известный. Попытаемся написать для него Hello World. Посмотрим, что это вылится. Ну, то есть, что мы сделаем? Обычную страничку, в которой будет поле ввода и две кнопочки. Вот. С чего начинается TypeScript? Вот с такого вот шаблона, то есть, html-темплейт, который имеет такое вот название, submits, в котором вот эта вся html-разметка идет. И там, внутри нее мы можем увидеть вот такие вот теги, по которым TypeScript понимает, что ага, вот сюда будет подставлено поле ввода, вот с таким вот размером. Вот. Сюда будет кнопочка подставлена, вот с таким вот названием. Сюда еще одна кнопочка с таким названием. То есть, вот в этом шаблоне наследится полностью, как бы, все вот, вся разметка нашего html. Далее. У нас же еще должен быть и код, который тоже исполняется и что-то делает. В TypeScript решено так. То есть, есть одноименный Java-класс, то есть, в котором... В котором... В котором писается лунка. То есть, здесь включается соглашение имен, что у нас класс должен называться точно так же, как наш темплейт, тоже submits1. Хендлер, обработчики событий, допустим, нашей кнопочки, они тоже вот должны соглашению подчиняться. То есть, вот у нас хендлер будет так называться. Он selected from suppliers. Помните, что suppliers – это ID-шник нашей кнопочки тайной разметки. Ну, в итоге, что происходит? Человек нажимает на кнопочку, срабатывает вот этот вот хендлер. Если все хорошо, то новая страничка будет возвращена пользователю. То есть, что мы здесь видим концептуально? Программирование в обычном его понимании, то есть, веб-программирование классическое, оно делится, как бы, на две части. Сама система делится на две части. То есть, первое – это HTML-комплейты, и второе – это Java-код. Ну и далее. Если вам нужно что-то сделать на клиенте, по чекбоксу, там, затезамить какие-то ваши элементы управления, то вы пишете еще отдельно JavaScript, который всем этим на клиенте занимается. Как бы, ну да, все хорошо, но представляете, когда проект очень большой, вот этот шаблон HTML – это что-то страшное. То есть, в нем-то нужно как-то ковыряться, смотреть. Ну, в общем, ужас. Особенно для таких людей, как я, которые этим занимаются, столько-поскольку. Теперь давайте немножечко перейдем к истории. Вспомним, а, конечно, все это мы делали на десктопах. То есть, когда был Delphi, Secrets Blue Builder, Windows Forms или Swing, например. В частности, это код свинга. То есть, ну, что мы делали? Создать панель. Окей, создали панель. Создать кнопочку. Вот она, настоящая кнопочка, которая как класс. Еее. Да. Номочки. Вот, смотрите, размерчик. Можно поставить ее в местоположение где-то там. Вот, но тут Хенриш назначили, обработчик. То есть, все просто и понятно. Все в одном месте. То есть, здорово. И, в общем-то, у людей возникла такая идея. Вот, а почему бы не взять вот этот старый добрый подход и не смопировать его, не смопить его на разработку веб-приложения. То есть, как бы было бы здорово. Да, взял, написал, а вот у тебя раз, а в броузере все заработало. Вот. И в этих разговорах появилось какое-то количество решений, в частности, под жалоб. Ну, особую популярность приобрела такая штука, которая называется ГВТ. Google WorkPunket. Все, наверное, знают. Ну, и вторая штука – это бадинг. По сути говоря, бадинг – это настроечка на ГВТ. То есть, ГВТ не тоже используется себя в качестве ядра. Ну, вот они еще обернули себя поверх этих ребят. Вадинг. Как это будет у нас в Вадинг? Смотрите. Тот же самый Hello World. Создаем лоялт объект, создаем кнопочку, на кнопочку вешаем лисенер и говорим лоялт – это компонент. Все. После этого компилируем, запускаем. У вас, заходим в браузер, и вы имеете полноценное приложение. Причем вы понятия не имеете, какие там скрипты используются, какая HTML-развертка там тоже вам нагенерится. То есть, вы работаете с этим кодом так, как вы работали раньше в десктопах. Вот. Ну, вы скажете, то есть, смотри, где же у нас тут HTML, где же у нас тут JavaScript? К нему же все равно никуда не деться, правильно? Все равно же ведь что-то должно пойти в браузер. Да, это хороший вопрос. На самом деле, в Адене, в GVT, всю эту работу берут на себя, за вас. То есть, в Workflow выглядит примерно так. Вот он, ваш Java-код, который вы написали. Вы его написали, используя API в Адене. Все у вас готово. Вы начинаете компилировать. Тут запускается тот самый GVT, внутри которого какая-то магия происходит. Я не знаю, что там происходит. Вообще, наверное, мало кто знает. Но на выходе вы получаете настоящий полноценный Java-вский VAR-файл, в котором, как бы, все по канонам есть JavaScript, каким-то образом нагенеренный есть HTML-шаблончики, есть bytecode. Впоследствии JavaScript и HTML идут на сторону клиента, а bytecode используется на стороне сервера. Опять же, может возник у вас вопрос. Ну, хорошо. То есть, Ваадин прекрасно. Чем же это отличается от GVT? Зачем было писать какую-то еще поделку на GVT, если есть уже... Ответственность такой. Вообще, вот GVT, на самом деле, это такая довольно непростая штука, с кучей там всяких свистелок, настроечек. Ребята из Ваадина решили сделать какое-то более стройное API, как-то более, так сказать, человеческое. Они решили спрятать под капотом все кишочки GVT, и сделать так, чтобы программистам было очень легко с этим работать. То есть, легко, непринужденно можно было, чтобы строить приложение. Но это еще не все. То есть, на этом разница в конце между GVT и Ваадиной заканчивается. А еще есть такая вещь, как всякие клиенсированные вещи. Если не углубляться в какие-то технические детали, технические подробности, то описать можно все в следующем виде. Когда вы пишете приложение на GVT, вы получаете очень толстого клиента, я бы сказал, даже жирного такого клиента, и очень худого сервера. То есть, на клиенте у вас все рендерится, какая-то даже логика выполняется. А на сервере, по сути говоря, данные. То есть, ваш клиент постоянно за данными лазит, что-то с ним делать. А в Ваадине идея другая. Там получается очень тонкий клиент, на котором происходит только рендер. Только рендер. А вся логика разворачивается на сервер. То есть, когда клиент заходит на сервер, для него запускается отдельный процесс специальный. В этом процессе поднимается эдакое серверное представление вашего приложения. То есть, со всеми там его компонентиками. Со всем-со всем. И вот каждый чих, каждый клик, каждое событие, оно от клиента уходит на сервер. Там валидируется. Проверяется там всякую безопасность и так далее. И возвращается обратно. То есть, подытожу. ГВТ – это толстый клиент, тонкий сервер. Ваадин – это все-таки тонкий клиент, толстый сервер. Да, вопрос очень важный. Ну, все-таки, зачем это нужно? У нас есть уже куча классических фреймворков. Там, Spring, MWC. То есть, зачем нужна вот эта экзотика? С ваадином и так далее. Как бы вроде как-то все не по канонам. Ну, смотрите, задач на самом деле в нашей мире очень много. И желательно выбирать инструмент для решения этой задачи, который наиболее лучше всего к ней подходит. То есть, не только там по критерию каких-то технической архитектуры, но и по затратам людских ресурсов, по времени разработки, в конце концов. Есть вещи, для которых ваадин, ну, просто идеально. Ну, например, можно создать на базе у него свой фреймворк. То есть, в каком виде? Все знают 1С-систему, да? Там есть свой редактор формочек, свой редактор кода. То есть, такой очень высокоуровневый. Вот на нем там люди пишут, а потом все транслируется куда-то или исполняется. То же самое вы можете сделать здесь. Свой фреймворк какой-нибудь EE. Люди будут на каких-то очень высокоуровневых абстракциями что-то делать, а это будет все попасть в вашу систему, и люди развращиваться работательски. Далее. Админка. Наверное, все видели красивые админки, в том числе в Amazon Web Services, там, где все красиво рендерится, вылазит, выпадает. Ваадин как раз для этих вещей подходит как нельзя кстати, потому что помимо самой концепции, самого API ваадина, людьми реализовано еще очень много компонентов, уже готовых. Это деревья, листы, всякие комбо-борсики, которые можете взять на ляпс от себе, это все будет работать, это все будет красиво выглядеть. Ну и, наконец, прототипирование. Допустим, есть у вас идея, вот вы загорелись, хотите ее реализовать, но не знаете, понравится она людям или нет. Вы можете взять, просто некомнифицировать прототип на ваадину, запустить продажу, посмотреть вообще идея сама людям, нужна или нет. То есть, не нужна, прекрасно, ничего страшного, вы потеряли немного времени. Если же нужна, ну, хорошо, можете продолжить на ваадине разрабатывать. Если вас не устраивает производительность, вы можете там вложить больше ресурсов, что-то свое написать на другом, в премьерке. Но главное, что вы знаете, что это нужно людям. Ну и, наконец, можно сделать отличный форк с десктопа. Опять же, представьте, сидят много бухгалтеров, все работают там с 1С складом, десктопным. Вот, все к ним уже привыкли, и вы даже под пытками просто этих людей не перейдете на новую систему, какую-нибудь, особенно веб-систему, да? Они уже привыкли к этому интерфейсу. А вам, допустим, как начали это делать, но это не нравится. У вас из этого много проблем, потому что десктоп, мы знаем, он находится на клиенте, и каждую новую версию нужно менять. Это большие проблемы там. Где-то не меняются, где-то меняется, где-то в полу меняется, ничего не работает. Вот. Что вы можете сделать? Вы можете взять в один, и один в один повторить вот этот весь десктопный вид, который был раньше. Только он будет у вас в бразере отображаться, и как бы храниться в одном месте, то есть... Да и вообще вы можете взять после этого, оставить вашим бухгалтерам браузер и поставить его в Linux. И ничего там. Это, конечно, была шутка, но тем не менее... Что-то похожее я пытался делать дома, я пытался делать систему документа оборота, хитренькую такую. И вот хочу вам показать примерно, как это выглядит, чтобы вы имели представление. Смотрите. Ну, очень похоже на десктопное приложение. Вот эти вот сплиты, они вот двигаются туда-сюда, вот это все масштабируется, то есть ресайдится. Мне это ничего не стоило. Все само работает. Вот, например, дерево. Это уже готовое дерево. Я взял и сказал, дерево, крей, все, и оно... Я смог создать его. Айтемы, которые разворачиваются, мне не нужно было их инициализировать там раз и навсегда. Инициализация происходит динамически при развертывании. Опять же, все это... Можно поставить датасет свой на дерево. Можно там определить хендлер, в котором вы сами будете из базы что-то вычитывать. Вот. Вот такое красивое меню контекстное, которое тоже генерируется динамически. Тут все команды, они зависят от типа вот этого вот. Товарищи. Лист очень неплохой, с иконочками, с выпадающими меню. Смотрите, сама вот область, в которой данные вводятся, тоже здесь все динамически создается. То есть вот он там, здесь фоночки всякие, которые можно... То есть, понимаете, их можно подгружать прямо в процессе работы. То есть у вас система запущена, работает. Вы взяли там... подсунули ей какой-нибудь жарничек, да? Там через реферсию все подняли, все развернули. То есть все круто и удобно. Ну ладно, вернемся к самому фреймворку. Что можно еще про него сказать? Можете зайти на сайт, в А1, он очень легко запоминается. Увидите, что работа там кипит, людей очень много, всем нравится. очень много уже готовых контролов на сайте, которые вы можете брать, бесплатно использовать. Есть также платные версии, например, там рисование графиков. Стоит не так уж дорого, там порядка 100, 200 евро, но зато вы получаете такую прямо мощную систему там для ваших аналитиков и так далее. Ну, в принципе, это все. Вопрос, пожалуйста. Да? Дима. Правильно я подумал, что страница получается статическая, и раз клиентцы в том, а все же толстые, то, например, если я переключаю какую-то вкладку в этот бюджет, то страница перегружается и показывается в нем, или есть динамика? Нет, чисто я жаль здесь работаю. То есть в А1 он генерирует огромное количество жало-скрипов. Там страшно посмотреть на самом деле в эту папочку, которая потом образовывается в Warfare после компиляции. Ну, в общем, да, да, чисто отжарился. Да. А вот там получается в этом преборке только вот так вот мы описываем все компоненты или можно декларативно все там смотрим? Смейли или еще раз? Можно, можно. Ну, во-первых, там уже куча готовых лейаутов. То есть хотите вертикальный лейаут, хотите грид, у вас будет грид. То есть лейаутов нужен для масштабирования, там, для ресайзинга, для всего этого дела. Но все-таки если вы хотите использовать какие-то свои темплейтики как тмэльные, есть такая возможность, есть специальный лейаут, который называется там полу-кастом лейаут. Туда вы можете ставить темплейтик, и он его отрисует и сопоставит контролы с вашим комплейтом. Что еще? А, да, пока не забыл, расскажу. Еще можно свои, естественно, CSS-стилы запихивать, проблем никаких нет. Как обстоят дела с отладкой того javascriptа, в который лучше не заглядывать? Все равно есть какие-то пайки? Ну, да, на самом деле отлаживать javascript мне ни разу не приходилось. единственное, какой отладкой занимался, это логики на уровне java. То есть с java работать легко, причем, опять же, вам в java приходят все хендлеры, все события, то есть легко логику смотреть. Если возникли проблемы в javascript, что с этим делать? Интересный вопрос. Ну, наверное, писать в саппорт по 1, потому что как бы это все получается на их стороне делается. Как вариант могу предложить использовать кастомные javascript это тоже возможно. Да? А один плюс вопрос, в RagonDrop есть ли с кого? В RagonDrop есть. Да, и один плюс. С производительностью на клиенте есть какие-то проблемы с обеспечениями? С производительностью на клиенте проблем нет, есть проблемы в зависимости на сервере, потому что все это хозяйство, оно в полном объеме выполняется на сервере. То есть не так, что там пришел запрос, сервер страничку сформировал, отдам. Нет, висит полноценный процесс, который есть не что иное, как серверное представление вашего вот этого клиентского процесса. То есть GVT достаточно долго и массивно все это уронит. Да, подождать приходится, компилирует долго. Но опять же, смотрите, там есть несколько компиляций. Одно дело, когда мы что-то поменяли в фронтенде, будем так назвать, то есть именно в веб-интерфейсе. То есть тут, да, запускается GVT, все перекомпилируется, а другое дело, если вы что-то поменяли в Java в логике, в вашей бизнес-логике, то тут перекомпилираться не нужно, все довольно быстро может заплатиться. Ну, там удачуя и уже догоняю же. Я говорю, по-моему, в ГVT, там был девак мод такой, как бы, лагерь специальный для Chrome 24-25 помещен, из-за того, что буквально все стало тонким на крене, все это потерялось. Да. Я знаю, что все-таки как-то вы можете работать с ГVT. Как-то до него может встречаться. Я имею в виду, что твои метры отладки были нормальны, а в ГVT, как вы считали? Ну, мне так не слабо то есть на этот вопрос. Потому что все-таки в ядро ГVT я не лазил, то есть мне хватало всего функционала, который в ГVT представляет. Нет, какое-то право. Просто потому, что ГVT может было нормально отслужать в ГVT-е представление, а в ГVT наезд его. Наезд его. Не знаю. Нужно почитать. Я думаю, что раз там дырку проковыряли до ГVT для пользователей, то возможно, может быть, и отслужить. дырку проковыряли дырку проковыряли. Да? Да? Взять в вопрос. У нас про дырку прокатился приятный, и можно было все-таки писать на январе, но нужно было дырку стерили. Дело в том, что это мой первый вообще был опыт знакомства с WebUI. До этого я занимался дырку топами для Windows, на NFC писал C++. Я выучил Java и подумал, что хочется Java и еще чтобы rich был. Rich это Precash. И мне просто случайно попался в Аддер, потому что он был среди rich и приложений. XJS и GXT. GXT. GSP вы сказали? GXT и XJS. Нет, не смотрел. Это же не Java фреймворки. Это же не Java, да. XJS как раз окно между VVT и GJS. XJS это очень костей для rich. Ну, и еще один нюанс, почему я выбрал Владим. Мне же я хотел организовать, вы знаете, такую плагинную систему, то есть это когда у меня есть платформа вот эта вся красивая и подставив туда конфигурацию написанную на каком-то высокоуровневом австрактном высокоуровневом австрактном виде, то есть чтобы это все запустилось и заработало. То есть вот я думал, как это можно сделать в Typeist и я не нашел вариантов. А вот зато в 1 там все прекрасно через рефлексию делается. Да? Слушайте, а вы не сам не в 1 GSM анализ? Нет. Дело в том, что FrontEnd немножко не мастер-социации по этой моменту. Я так помню, раньше начал, чем GSR 2.0. Я не помню. Нет, Гриш, это история года 2-3 началась. Владима уже шестая версия, он уже давно развивается. У меня такой вопрос. На самом деле может это фикс действительно чем-то похож. У меня про другое. в самом начале ты рассказал о системе я подсоединился, у меня на сервере началась целая сессия, в нее загрузил чуть ли не копию приложения. Вот мне интересно, здесь у меня сервачок, на нем 2 гига оператива, условно говоря. Сколько таких сессий могу открыть? То есть, когда-то домашний документ оборот, это вообще не вопрос, да, у тебя 5 пользователей или в организации у тебя 20 пользователей. Вот, ну, сколько оперативки отжирается, сколько он rich да, я понял свой вопрос. Цифры сказать не могу, но если вы захотите сделать какую-то high-low систему, то все-таки ладин, наверное, для этого не подходит. То есть, он не будет держать, он будет очень много ресурсов у вас выжрать. Если же у вас есть какая-то там ваша корпорация, в которой там 200 человек, да не проблема, то есть, можно там его поднять. А если условно говоря, там, не знаю, тысяч 10 они там сидят? Тысяч 10 уже проблема, 200 человек нормально, а тысяч 10 думаю, там уже нужен сервер. Пожильнее, да. Газпром, сколько у него работает. Только пьем у Газпрома. Да, я думаю, Газпром может, не проблема, там, шкафы большие купить, поставить. 5 шкафов ваще. Да, 10 шкафов. Так, есть ли еще у нас вопросы? А нам нужно задать вопрос, потому что пицца еще нарезается. Давайте подумаем, что же мы хотели узнать. Анатолий просто о его жизни может быть. Давай я сообщу. То есть все-таки хардкор в ходе, да, нью, баттон, никакого декларативного описания, нельзя там кнопочки двигать в дизайне, или там дизайнить, как-то, для чего? Можно. Я вот как раз и хотел такую штуку сделать. Хотел сделать свой дизайнер для идей, кстати, вот, надо бы с человеком поговорить, чтобы там можно было работать, как мы раньше-то соорудили, белки, взял там, алясал кучу всего, и там, и все. Получился, получился, не знаешь, ничего, про скрипты, про хитринут, там все работает, здорово. Но я как бы не доделал. Ну, если есть желание, могу предисоконовать. Можете продолжить? Да. А у меня такой, а, вот, давай вопрос. Представляет ли вален возможность изменения вьюх без перекомпиляции? Изменения вьюх без перекомпиляции нет. По-моему, нужно с вами перекомпилировать. Это взл? Нет, не представляет. У меня вот еще такой вопрос. Я посмотрел, условно говоря, насколько широки возможности, то есть это один в один, условно говоря, свинговые компоненты или там АВТ-шные компоненты или они немножко шире, то есть могу ли я написать свой компонент, то есть насколько это сложно пробовал ты. То есть я смотрю тут даже очень сложный компонент, типа деревьев, да, ты понимаешь? деревья, есть очень сложный компоненты с компонентом список то вы всегда можете это сделать. Или, например, если жит вас не устраивает, когда, допустим, в одно время не устраивает дерево, и вы хотите переписать, то есть такая возможность бывает. Это не проблема. Так, раздадим бумажечки, да? Вижу, я вон. Вот человек много присоздавал, и вот, потому что я его знаю. главная честность. Ну, если еще что хочется сказать. С чистым ГВТ мне поработать не удалось, но немножко я про него почитал, то есть он тоже очень сильно разросся. Есть ГВТ, есть смарт-ГВТ, то есть чем-то они отличаются. В частности, я знаю, что Google Docs всеми нами любимые они были написаны как раз использованием Google WebTunket. И мы видим, что, да, это полноценный rich application, и в общем-то подумать только, сколько было трудов сэкономлено. И вот, допустим, много в аудиторе людей, которые пишут на жалостный так, ну, даже есть что-нибудь такое, много. То есть вы, наверное, знаете, какой-то труд, то есть взять красивый интерфейс, забабахать на жалострибте. То есть насколько к тому же сложно потом заниматься всеми этими HTML-ом. А здесь подход можно я в рамках своего доклада но хотел узнать, я просто отдельный вопрос не помню, выносил или нет. Сколько сейчас по факту пришедших в зале людей, которые могут себя считать ГВТ-разработчиками, то есть на коммерческом проекте или на реальном использовали ГВТ-от, можете поднять руки? Это не по КП же я сказал ГВТ-разработчик, 4 человек. Просто в анкете намного больше отметило, что типа знают используют ГВТ-фрингород. Вот им было интересно сколько реально. Что стало, что много? Мы не будем тянуть время, поплодим доплатчиках. АПЛОДИСМЕНТЫ